всем привет дорогие друзья сегодня у нас 8 8 февраля по 8 февраля ой мы опять дороги едем в анталию сейчас 8 утра выехали в 7 утра встали очень рано поспали всего 6 часов в общем на прошлой неделе выходило мало видео потому что очень много было работы но сейчас мы едем в анталию по делам и все самое интересное из этой поездки я покажу и вам поэтому поехали вместе с нами вот так вот выглядит обычная турецкая заправка мы находимся недалеко от манов гатор до анталии сейчас ну и что тут есть можно купить бензин помыть машину попить чай естественно вот тут по-русски понимаешь чуть-чуть как дела нормально в общем они тут нет чая еще здесь можно купить булочки вот такие вот вкусные вот эти булочки называются кстати поча очма и можно купить пиццу чем кафешка выглядит вот таким вот образом деревенские яйца и свежевыжатый сок спросила я у айхана что есть интересного на турецкой заправки в принципе ничего все то же самое магазины мойка машин бензин и так далее но айхан сказал что интересно то что около многих заправок строят вот такие вот небольшие мечети чтобы люди могли прийти совершить намаз или по пятницам приходить мечеть ну в общем строят вот такие вот совсем небольшие мечети прямо около дороги и таких мечетей очень много и расположены как я уже сказала они около заправок друзья на дворе февраль месяц но я видите в тоненьком пальто в шарфе но даже сейчас уже становится жарко солнце светит в общем погода классная наверное днем будет градусов 20 25 на солнце точно февраль месяц все зеленое красиво мы находимся недалеко от анталии приехали в одно из самых крупных типографий здесь каждый день печатают более 20 ежедневных газет но и конечно же все остальное я надеюсь вам разрешат поснимать вот так вот выглядит по типографии вот эти все журналы здесь печатают все аланийские газеты также печатают здесь и идем в офис главному директору в этой типографии мужа не первый раз и кстати когда приезжали в прошлый раз это было наверное лет года 4 точно назад и друзья многие говорят о том что турки такие турки сяки но в турции самое главное принять страну и людей живущих здесь их традиции обычаи именно такими какие они есть когда мы только начинали свой бизнес с айханом и приехали в эту типографию это очень яркий пример как ведется бизнес в турции мы приехали к директору пришли в его кабинет и сразу чай как ваша семья откуда вы где живете полчаса наверное были разговоры только про семью а у нас как пришел все быстро по делам по контракту подписал уехал нет здесь не так здесь сначала чай семейные разговоры и в конце буквально пять минут а ну что там у нас контракт им давайте посмотрим подпишем все в общем сначала я от этого очень сильно бесилась не понимала зачем зачем нужно так долго сидеть говорить про семью пришел пять минут все записал подписал и ушел нет друзья на самом деле в этом есть суть не только турецкого бизнеса но и всей жизни в турции турецкого менталитета в общем турецких людей этому если вы здесь живете привыкайте и когда вы к этому привыкнете вы поймете действительно прелесть именно такого образа жизни но сейчас давайте в типографии посмотрим на машины машины сейчас не работают потому что газеты печатают только вечером вот друзья вот за что я еще люблю турцию за то что можно прийти в любое место и тебе все объяснят покажут и расскажут вот стоят рулоны с бумагой эти рулоны рассказываю вам как печатают газету сейчас не работает как я уже сказала потому что печатают газеты вечером вот сюда эти рулоны загружают видите идут они таким образом по верху и каким образом происходит печать я не знаю как вот это вот называется по-русски по-турецки это называется колыб здесь находятся цвета синий красный сверху желтый и черный и вот таким образом газета проходя через вот эту вот мощную машину как вы знаете я очень люблю фабрики и всякие разные типографии в общем печатать это тоже огромное мастерство и проходя через вот эту вот всю машину получается вот такая вот газета в готовом виде потом мы конечно же отправляют дальше где режут и уже складывают постранично в общем мощное производство вот здесь уже происходит газеты подают сюда здесь их обрезают и далее они уже идут на упаковку есть здесь еще один станок здесь печатают журналы но он тоже сейчас стоит но выглядит он таким образом чуть чуть меньше и задний двор выглядит вот таким вот образом вот таким вот образом о макина о крыма макина вот так вот ребята работают вот так вот ребята работают отсюда забирается бумага вот друзья все мне показали все рассказали даже не спросили кто то такая поэтому вот это вот есть настоящая дружелюбная гостеприимная турция не то что вы там читаете в интернете или смотрите всякие страшные истории вот это и есть настоящая турция ну а сейчас мы отправляемся дальше 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 в каждом районе есть также офис управляющего вот здесь мурат паша учген махалеси есть мухтар в Алании есть также офис управляющего также мухтар и в многих районах Алании в Махмутлари можно прийти к мухтару и задать все интересующие вас вопросы а также если есть какие то проблемы можно пожаловаться а еще помимо новых современных офисных центров в Турции вот например на примере Анталии есть вот такие вот старые офисные центры здесь можно почитать что здесь есть ну и врачи и бухгалтеры видите даже вывески у них потрескались они наверное очень давно здесь есть кафешки и вот так вот выглядит этот торговый центр магазинчики кафешки и офисы цены на аренду в таких торговых центрах намного меньше чем в новых современных торговых центрах вот такая вот красивая беседочка на остановке современные автобусы и вот такой вот аппарат для того чтобы пополнять автобусные карты вставляете сюда карту денежку и пополняете сейчас мы находимся недалеко от торгового центра Марканталия здесь район где находится много типографий небольших печатных студий и вот типичное кафе в котором работники кушают обед и пьют чай очень много машин вот еще молодой человек что-то везет очень много машин посмотрите все просто заставлено машинами как они как они отсюда выезжают разъезжаются в общем непонятно Анталия очень большой город здесь живет более миллиона человек и честно говоря я бы здесь жить не хотела в Аланье намного удобней и приятней жить ну а как выглядит небольшой офис посмотрите здесь буквально наверное метров метров шесть или восемь и вот так вот выглядит небольшая фирма ск dog шесть 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 ди breasts путь шесть А сейчас мы приехали в государственную организацию, которая занимается прессой и предоставляет информацию прессе. Там снимать нельзя, но вход выглядит вот таким вот образом. А еще в самом центре Анталии остался вот такой вот старый дом. Люди, видите, прям живут здесь, стирают вещи, убирают. В самом центре Анталии, где расположены новые здания, банки и современные офисы. Вот так продают бананы и клубнику. Движение в Анталии, конечно, сумасшедшее. Много пробок. И здесь находится недалеко от Марка Анталия одна из самых старых мечетей. Много магазинов. Вот такое вот интересное дерево. И вот такие вот баки мусорные, куда можно выкидывать мусор. Вот так вот нажимаешь сюда и выкидываешь мусор. Сейчас мы находимся на улице Шарамболь, торговая улица Алани. Здесь также есть музей, который вы можете посетить. Но несмотря на будний день, как я уже говорила, очень много народу. А в этом музее проходят разные интересные выставки. Приезжала выставка Далия, Анди, Ворхула. В общем, очень интересное место. Если говорить о шопинге и торговых центрах, то если вы хотите купить какие-то хорошие товары, одежду, обувь кожаную и так далее, обязательно приезжайте в Анталию. Здесь в центре города много торговых центров. Ну и, конечно же, можно купить все в ближайших лавочках. Мы опять в нашем любимом ресторане, где блюдо по 5 лет. И сегодня нам подали вот такую вот тарелку. Картошка, рис, салат, печень. Все это стоит всего 5 лет. Очень здесь много народу. И всегда свежие, вкусные блюда. Очень вкусно мы покушали. И когда шли из кафе, я делала прямой эфир. И прямой эфир пришлось мне стереть, потому что он закончился неприятными моментами. Скажем так, идем по улице, я делаю прямой эфир. И вижу, двое подростков начинают пинать пластиковые бутылки. Выпили воду и начали их пинать, ну, выкидывать. Я говорю, что вы делаете? Он начал на меня орать и говорит тебе, какое дело? Я говорю, в смысле, какое дело? Я говорю, мэрия убирает, чтобы был красивый город. Вы берете и мусорите на улице. Какое тебе дело? Это моя страна. Я говорю, ну, молодой человек, это не только твоя страна, но это моя страна. Ну, в общем, все закончилось тем, что они успокоились и ушли. Вот так вот, друзья. Поэтому, когда вы говорите, что в Турции грязно, в Алании грязно на пляже, не думайте о том, что мэрия не убирает. Мэрия убирает и хорошо убирает. Люди мусорят. Вот чему их нужно обучать. Обучать не мусорить. Сейчас мы приехали в магазин Монтеа. Здесь также продаются товары для дома. В Алании он тоже открылся, поэтому обязательно приходите. Он похож на Кочташ, на Текзен, на метро. Только там, по-моему, нет продуктов питания. Пойдемте посмотрим. Ну, в общем, как я и думала, здесь много всяких интересных предметов домашнего обихода, как и в Кочташи, в других магазинах. Но много всяких интересных предметов обихода, которых нет в других магазинах. Например, грошки для цветов, очень интересных форм. Есть мебель, есть всякие отделочные материалы, немного посуды, бытовая техника. В общем, магазин хороший, будете в Алании обязательно посетить его. Ну, а больше всего мне нравятся всякие вот такие вот машины для резки дерева, металла. Были бы они у меня все, я бы занималась рукоделием, мастерила бы мебель. В общем, очень здорово. Но столько много интересных дел, которыми можно заняться, но всеми не займешься. Мы приехали в торговый центр Новомол в Манавгате. Новомоле один из самых лучших торговых центров не только в Анталии, но и в Турции. Как я уже говорила, это один из моих самых любимых торговых центров. Зашла я в H&M. Но почему-то опять я ничего не нашла. В общем, нужно ехать в Стамбул, наверное, не знаю. Или настроения у меня нет. Но скидки здесь большие. В Катоне скидки по 70%. Есть тоже много чего интересного. Но я очень не люблю ходить по магазинам. Поэтому в L.C. Вакики, в общем, везде есть скидки. Но я очень не люблю ходить по магазинам. Поэтому для меня это пытка, если я не нахожу что-то с первого раза. А на 14 февраля здесь сделана вот такая вот инсталляция из сердца. Ну, а мы едем обратно в Аланию. Уже потемнело. Ну, а на сегодня, друзья, мы заканчиваем наше видео. Такая вот у нас получилась поездка в Анталию по делам. Надеюсь, вам тоже было интересно. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Всем всего хорошего. Пока-пока. 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 Пока-пока.